Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для портала экзегет.ру. Я священник Андрей Лоргус, и я продолжаю беседы о праотце нашем Аврааме. Мы читаем книгу Бытия, глава 17. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму, «Сару жену твою не называй Сарою, но будет имя ей Сара, я благословлю ее, и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, в том, что я буду Богом ему, и потомством его после него». Эта 17 глава открывает для нас совершенно новое историческое обстоятельство, совершенно новую сторону завета, то есть договора между Богом и народом Божиим, который начинается от Авраама. Это обрезание, обрезание крайней плоти у каждого мужчины, который является родственником, потомком Авраама, и является слугою, даже если он и не кровный родственник, но куплен у иноплеменников за серебро, то есть рабы. И рабы тоже обрезывались. Каждый мужчина. Но прежде всего это касалось Авраама и его родственников. И Авраам обрезался, был обрезан, когда ему было 99 лет, а Измаил, сын от Агари, был обрезан, когда ему было 13 лет. Еще не было, еще не родился Исаак. Но именно в этой главе повествуется о том, что Бог указывает не на Измаила, что главное потомство Авраама будет не от Измаила, а от другого сына. И именно Сара, говорит Бог, родит тебе сын. Это, конечно же, обстоятельство было совершенно чудесное. Аврааму 99 лет, Саре 80. Никакого естественного рождения уже у них быть не могло. И в этом-то и было чудо, потому что Бог настаивает на том, что это будет. Но поверить в это ни Авраам, ни Сара, получившие теперь новые имена, не могут. Они с удивлением, они даже улыбаются. Говорят, как это возможно? Но Бог подтверждает еще раз и еще раз. Именно у вас, у тебя Авраама, и у тебя Сара, будет родной кровный сын. В этой главе повествуется о двух важных вещах. Еще одно предупреждение, еще одна проповедь, еще одно пророчество. Будет сын. И будет ему имя Исаак. Кроме того, понятно, что из Авраама и из его семени произойдут не просто многочисленные народы, но будут еще и цари народов. То есть народ Божий будет царствующим. И это указывает на то, что это будет государственный народ. Это не просто будет племя кочевников, путешественников, тех, кто кочует от одного шатра к другому, от одного пазвища к другому, со своими овцами, верблюдами, валами, ослами. Нет, это будет царствующий городской народ. Это будут уже не кочевники, а это будут жители городов, потому что царь – это значит город. Но и еще. Бог ставит между собою и народом, избранным им, особый знак обрезания каждого мужчины. И это и будет как бы исполнением завета. Если ты обрезан, значит, ты принадлежишь Богу, Божьему народу. Если ты не обрезан, то значит, ты уходишь из этого народа, и ты больше не принадлежишь народу Божьему. Значит, тебе не даровано ни царство, ни наследие Божие. И поэтому-то так важно было для иудеев обрезание. Обрезание было знаком того, что человек принадлежит тому самому роду, Божьему народу, из которого в конечном итоге должен родиться Мессия. Итак, Бог не просто избирает, а производит новый народ, как бы начинает новое человечество, человечество Божье от Авраама. Бог выступает так неоднократно. Однажды Он избрал Ноя, и от потопа остался только Ной, и от потопа пошли другие народы. Это было тоже Божье избранничество, праведник избран был из всего народа, и потом пошли разные племена и народы. Теперь из этих всех племен и народов Бог избрал Авраама, и от него изводит новый народ Божий. Новое избрание от одного человека, от одного семени. И знаком внешним будет обрезание на восьмой день, совершаемое над каждым младенцем. Потом этот закон уже будет отменен только на известном нам соборе святых апостолов, о котором повествуется в книге деяний. И еще в этой главе это последнее пророчество, последнее явление Бога Аврааму перед тем, как происходит само рождение Исаака. Измаил уже есть, да, это сын, это кровный сын Авраама, но новый народ будет их Сарою сыном. Совсем особое рождение, законная, любимая и верная его жена. История История Естория История История